В селе Шалинске это место знает каждый. К мемориалу в честь павших за родину часто приезжает и жительница Первоманска Валентина Тимофеевна. Она возлагает цветы и вспоминает военные годы. Когда ей было 8 лет, отец ушел на фронт и не вернулся. Здесь только пролито. Слезы все. Безотцовщина, забезотцовщина. Я тоже горжусь, что он у меня был отец. Он мой отец. Он три награды имеет от государства. Нам не дали, конечно. Но все равно. Мемориал открыли в 1977 году по инициативе первого секретаря райкома партии Зои Филатовой. Изначально комплекс имел другой вид. Фамилий героев было немного, поэтому их напечатали на стеллах. Но со временем список пополнялся. 10 лет спустя мемориал реконструировали. А именно павших на фронтах перенесли на плиты. Место для памятника выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны в этом же здании были и размещены палаты для военных, которые прибыли сюда в Ивако-госпитале. Но потом это здание в 70-е годы сгорело. И когда встал вопрос об открытии мемориала, то лучшего места, кажется, и не нужно было. Сюда приезжают жители со всего Манского района. Многие ищут фамилии родственников. Но даже сегодня, спустя 70 лет со дня победы, список далеко не полный. У Натальи Стрельниковой на фронт ушли два деда. Имя одного в списках есть, а другого нет. Мы знаем людей, которые обращаются, что родственник погиб, и есть документы, а вот в списки в эти не попал. Поэтому работа продолжается, и мы будем, конечно, восстанавливать эти списки. Ну и еще, значит, реконструкция предстоит. Сами жители района называют это место не иначе, как святым. Они приносят цветы, следят за чистотой и проводят здесь районные мероприятия. Совсем скоро на мемориале зажгут и вечный огонь. Савармамедова Артем Струговец. Новости.